Здравствуйте! Иисус — это Бог. Он отличается от людей, от нас. Когда мы веруем в Иисуса, и когда Его Слово входит в наше сердце, нет ни одного человека, который бы не изменился. Поскольку сатана знает, что мы изменимся, когда принимаем Слово Иисуса, мы не можем принять Слово Иисуса. Поэтому что сделал сатана, чтобы помешать, чтобы мы не приняли Иисуса? Он сделал, чтобы наши мысли полностью отличались от мыслей Иисуса. Сатана сделал, что с нашими мыслями мы не можем принять Слово Иисуса. Поскольку мысли наши отличаются полностью от Слова Иисуса. Но что удивительно, когда мы принимаем Слово Иисуса, тогда мы становимся едиными с Ним. И можно сказать, что Евангелие от Иоанна, 9 глава, очень ясно выражает этот момент. Есть одно, за что я очень благодарен Богу. Знаете, хотя я вырос в нищете, но я усердно жил в детстве. До того, как я поверил в Господа, Бог сделал, чтобы я обнаружил, что я ничто. Если бы у меня все хорошо получалось, я бы, наверное, верил бы сильно в себя. А если бы я верил бы в себя, тогда кто бы что мне не сказал? Я бы принимал бы, с чем я могу согласиться, а с чем бы был не согласен, я бы не принимал. Что удивительно, Иисус проявил свою милость. Я жил в то время, когда вся страна наша была бедности. С возрастом я видел, что все мои попытки заканчивались провалом. Сейчас я понимаю, что Господь возлюбил меня, поэтому Он сделал, чтобы все мои попытки заканчивались провалом, чтобы я мог довериться полностью Ему. когда мне стало 15 лет, 16, 17, 18, 19 лет. Я думал, как можно заканчивать все провалом? У всех других получается хорошо. А если я делаю, заканчивается провалом. Знаете, вот я многое думаю, планирую, и потом начинаю реализовывать. Сначала что-то получается, а потом все заканчивается провалом. Поскольку, что бы я ни делал, все заканчивалось провалом. Я очень сильно страдал, мучился, и все было для меня суетой. И тогда я понял, что если я буду следовать за своими мыслями, я закончу свою жизнь провалом. Я думал, что я все продумал, и все спланировал хорошо. Знаете, после того, как я стал служителем, на протяжении 10 лет я работал с заключенными. Я увидел, что те, которые находятся в заключении, они были схожи с прежним мною. Все думают, что у них что-то получится хорошо. Они думают, если я вот так свору, я не попадусь. Если я согрешу, тогда я не попадусь. Конечно, нельзя сказать, что 100%, но большинство из них именно так рассуждают. Я общался индивидуально с многими заключенными в тюрьме. Я видел, как они меняются, общаясь через слово. Знаете, я не знал себя. Поэтому я думал, что если я спланирую хорошо, тогда у меня что-то получится. Когда я реализовывал свои планы, я думал, как можно, чтобы так не получалось, как у меня. Что интересно, если я делаю, тогда не получается. А если делать тот, который хуже меня, у него получается. Обычно тот, который делает хорошо, он хороший человек, правильно? А если у всех получается, а у меня нет, значит, у меня есть проблема. Но я почему-то не мог так подумать. И я думал так, почему вот те, которые хуже меня получаются, а вот у меня не получаются. Но с возрастом... К какому выводу я пришел? Я ясно понял, что нельзя следовать за моими мыслями. Я ясно понял, что если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. Тогда я думал, а зачем тогда мне надо следовать? За кем мне нужно следовать? Кого мне нужно верить? Итак, я познакомился с Иисусом и поверил в Него. За что я был бы благодарен Богу? Мои жизни были провалы за провалами. Если бы я был бы молодцом или хорошим, то я мог принимать только то, с чем я согласен. А с чем я не согласен, я бы и не смог принять. Когда я обнаружил, что все мои мысли заканчиваются провалом, тогда я мог принимать ту позицию, которая отличается от моей позиции. Библия — это книга, которую сто процентов написал Господь. Евангелие Диона 9 главе. В одной главе рассказывается одна история. Но если вы будете читать и перечитывать Евангелие Диона 9 главу, на самом деле, та книга, которую написал, например, «Человек», можно прочитать два-три раза и понять, что он хочет сказать. А слово Господа Бога, оно очень написано просто, но смысл лежит очень глубокий в ней. Когда я обнаружил истину, которая заложена в слове, я понял, как это удивительно. Я думал, почему же я не мог подумать об этом? Вот так человек начинает дорассуждать. Однажды Иисус увидел у дороги слепого человека. Не слепой увидел Иисуса, а Иисус увидел слепого. Ученики спросили, «Он родился слепым». А кто согрешил, что он стал слепым? Ученикам стало интересно. Может, он в утробе согрешил? Наверное, его родители согрешили. Потому что как в утробе можно согрешить? Но если родители согрешили, тогда они должны стать слепыми. А почему он родился слепым? Вот такие были мысли у учеников. Они спросили у Иисуса, и Иисус отвечал. Иисус сказал следующее. Не согрешили ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Эти слова были удивительными. Человек, родившийся слепым, он имеет все условия, чтобы явились дела Божьи. Иисус оплюнул на землю и сделал брение и помазал глаза слепому. Очень интересный момент. Большинство людей сказали бы, что вы делаете? Не надо ничего мазать. Что вы делаете со мною? Вот так бы они сказали. Но этот слепой ничего не сказал. Он даже не знал, что с ним делать, что мажут ему на глаза. Но потом Иисус сказал, «Пойди купальни с селам и омойся». Самая удивительная истина в этом слове. Допустим, если было бы сто слепых, сколько человек пошли бы по слову Иисуса Христа купальни с селам? Большинство бы сказали, «Что вы делаете? Отстаньте от меня! Уйдите от меня!» Большинство людей сказали бы именно так. Но этот слепой отличался от других. Поэтому о нем написали в Библии. Самое его большое отличие, когда Иисус сказал пойти к купальни с селам и умыться, Я много раз перечитывал Библию. Нигде в Библии не написано, чтобы этот слепой спросил у Иисуса, «А зачем? Для чего? Что такое купальни с селам? А зачем мне нужно пойти? Это поможет ли мне?» Он безмолвно пошел к купальни с селам. Он не знал дорогу. Слепой спрашивает, «Я правильно найду купальни?» «Сколько мне нужно идти к селам?» «Нет ничего опасного в дороге. Нет посередине реки. А там спуск не резкий, скажите?» Он много не испытывал до этого. Но самое удивительное, это то, что он следует за словом Иисуса. Мы бы хотели, чтобы Иисус чуть-чуть открыл наши глаза, а потом мы бы пошли. Тогда так было бы легко пойти к купальни. Но он безмолвно идет к купальни с селам. У него не было совсем ни малейшего желания пойти к купальни с селам и умыться. Он хотел просить милостыни Иве жить на этом. Он встречал в своей жизни многих людей, но однажды он встретил Иисуса. Другие люди ему бросали максимум монету. Может быть, кто-то дал 50 долларов ему. Он встречал в своей жизни многих людей. Но Иисус не давал ему денег. Он не давал ему хлеба. Не давал ему монет. Но помазал бремя на глаза и сказал пойти к купальни с селам и умыться. Что удивительно. Почему, или как, или что с ним случилось, что он сразу согласился, мы не знаем. Большинство людей спросили бы, а почему именно купальни с селам нужно идти? У меня что, лицо такое грязное? Но я же все равно не ищу, какая разница. Ой, не надо ничего лепить на мое лицо. Когда я читал Библию, если бы я был бы на месте этого слепого, смог бы я поступить как он? Вокруг Иисуса были многие люди, мы не знаем, какую жизнь вел этот слепой. Но он вырос в нищете, вырос слепым, каждый день просил милостыню, и питался хлебом, который он покупал, и проводил день, ходил в грязной одежде. Он был нищим. Мы не знаем, какую жизнь он вел, будучи нищим. Он даже не знал хороша Господи Боги. Сегодня есть многие пастора, которые передают слово. Но среди них есть многие, у которых нет даже такого сердца, как у этого слепого. Многие проповедуют в центре, ставя себя. Если бы этот слепой был эгоцентричный, он бы сказал бы, «Ой, отойдите, пожалуйста, мне надо просить милостыню». «Да ничего страшного, что я грязный». Вот так он бы сказал бы Иисусу. Но мы не знаем причину. Но одно, что мы можем знать, это то, что Господь возлюбил его. И Господь сделал, чтобы он последовал за словом Иисуса. Он ничего не сказал Иисусу. И по слову Иисуса пошел к купанию селам и умылся, и у него открылись глаза, и он вернулся. Это удивительно. Сколько людей, таких как он, живет на планете, скажите? Я много раз говорил вам. Один брат очень сильно пел, поэтому ее супруга пришла ко мне и рассказала о своем муже. И я сказал сестре, чтобы она со своим мужем пришла на следующий день утром. И для того, чтобы посеять одно слово из Библии в сердце этого брата, мы на протяжении 20 минут вели борьбу. Этот слепой человек он же сразу принял слова Иисуса иными словами. Этот слепой пришел просить милостыню в тот день. Он должен был получить деньги через милостыню и хотел на эти деньги купить хлеб и жить. Но в тот день он встретился с Иисусом. Иисус помазал брение на глаза и сказал пойти к купанию селам и умыться. Мы не знаем, как Бог вел жизнь этого слепого. Мы бы на его месте сказали бы, для чего я сегодня занят, но он же ничего не сказал Иисусу и сразу пошел к купанию селам и умылся. Этому брату, который находился целый день в пьяном состоянии, я прочитал к евреям 10 главу 14 стих. Что же написано к евреям 10 главе 14 стихе? Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Я пастор, поэтому я должен верить в это слово. И я поверил в это слово. Когда я считаю себя совершенным, допустим, если я во сне, мне приснилось, что я стал курицей, я буду жить, как курица, правильно? Если во сне я стал свиней, я буду жить, как свиня. То есть, хотя я человек, но если мне будет казаться, что я свиня, я буду жить, как свиня. Если мне казаться будет, что я корова, я буду жить, как корова. Этот брат был алкоголиком. Он ежедневно выпивал по 8, 10, 12 бутылок сочи. Но он получил прощение грехов. Он мучился из-за того, что получил прощение грехов, но продолжает пить. Поэтому он прилагал все усилия, чтобы освободиться алкогольной независимости. Он прилагал все усилия, но у него не получалось. Раз попробовал, два раза, четыре раза попробовал. И в какой-то момент ему даже не хотелось думать о том, что хочет перестать пить. Он сам сдался. Но когда я встретился с ним, я сразу мог почувствовать, это то, что он знает, что он алкоголик. Он чувствует, что он алкоголик, поэтому продолжает пить. Поэтому нужно поменять его сердце, чтобы он понял, что он освободился уже от алкоголя. Он ходит в церковь, но также пьет. Он слушает Слово. Мы встретились с ним рано утром, но он уже пришел в пьяном состоянии. Я сказал, открой, пожалуйста, к Евреям 10 главу, 14 стих. Прочитай, пожалуйста. Ивану над ним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Иисус отдал свое тело и искупил нас, поэтому говорит, что мы совершенные. Брат, конечно, знает эти слова. Он знает. Но если бы он поверил бы, он должен сказать, что он совершенный. Что он свят. Потому что Иисус сделал так. Когда я смотрю на себя, я алкоголик. Но если Иисус говорит так, я должен верить словам Иисуса. Вы понимаете, что я хочу вам сказать? Вот так устроена наша духовная жизнь. Сегодня очень многие люди, поскольку они не верят, что Иисус сделал нас совершенными освящаемыми, и поэтому сами пытаются стать совершенными. И многие утверждают об освящении. Я много раз пытался стать святым, но не получилось. Еще раз скажу. И у вас не получится. Если мы сами можем стать святыми, тогда Иисусу не нужно было умирать на кресте. На этом мире есть только один, который может сделать нас святыми. Что бы мы ни делали, какое бы добро мы ни совершили, какой бы закон мы ни исполняли, какой бы жертву мы ни принесли, что бы мы ни делали, кроме Христа Иисуса Христа, ничто не может сделать нас праведными. Многие люди делают добрые дела и чувствуют, что они стали добрее. И тогда они думают, что вот, я смогу стать добрым человеком, попасть в Царство Небесное, и Бог меня примет. Но это очень смешные мысли. Потому что что бы мы ни сделали, какие бы добрые дела мы ни совершали, мы не сможем достичь святости Господа Бога. Да, в глазах человека, может быть, мы будем казаться другими. Люди, которые болеют туберкулезом, когда они заболели, есть очень важный момент. Сегодня есть очень хорошие препараты от туберкулеза. И поэтому, говорит, можно принимать неделю этих лекарств, и человек прямо почувствует, что ему стало лучше. Он будет выздоравливать. Но самое важное для людей, которые болеют туберкулезом, знаете, когда он будет принимать лекарства неделю или месяц, ему будет казаться, что он выздоровеет. А если он будет принимать лекарства полгода, тогда он будет считать, что он здоров почти. Есть те, которые перестают принимать лекарства. Но самая большая проблема в болезни туберкулеза это то, что даже когда человек чувствует, что он здоров, остаются бактерии туберкулеза. И если он перестанет принимать лекарства, то некоторые бактерии, которые остались в нем, они не умирают, и они восстанавливают свои силы. И эти бактерии уже имеют иммунитет против лекарства. И тогда этот человек уже не сможет выздороветь от лекарств, которых он принимал. И тогда он, в конце концов, погибнет от болезни. У него нет другого способа, чтобы спастись. Однажды я видел человека, который умирал. Он получил спасение и радовался. Но знаете, что важно? Наши мысли, мысли, Господа Бога, отличаются. У нас есть наши мысли. Я стараюсь, например, перестать пить. Прилагаю усилия и говорю, я не должен пить. Да, везде пишешь, что не буду пить. Все, я больше не буду пить. Но проходит время, и есть люди, которые продолжают пить. Проблема заключается в том, что, хотя мы немощны, только Иисус Христос ведь спасает нас от греха. Если я буду стремиться, чтобы соединиться сердцем с Иисусом, если я буду следовать за Иисусом, если я хочу принять Иисуса в мое сердце, тогда я увижу, что мои мысли отличаются от мыслей Иисуса. Евангелие Диана 9 главе рассказывается, как слепой стал зрячим. Он стал зрячим не потому, что был красивым. Он не стал зрячим, потому что был умным. Он не стал зрячим, потому что был добрым. Этот человек имел мудрость, чтобы освободиться от своих мыслей. А откуда это была мудрость? Будучи нищим, им многие пренебрегали, смеялись над ним, издевались над ним. Он думал, почему другие живут хороша, я живу плохо. Почему другие видят, а я слепой? Он полностью потерял веру в себя. Поэтому, когда Иисус сказал, «Пойди к купанию селам и умойся», как бы поступили бы большинство людей? Когда Иисус сказал, «Пойди к купанию селам и умыться», Он принял эти слова. И потом, что Он сделал? Есть люди, которые не идут к купанию селам. Они спрашивают, «А почему мне нужно идти?» «А что произойдет, если я умоюсь?» «Мне будет хорошо?» «Или мне будет в ущерб?» «Для чего мне нужно идти?» Люди сами оценивают это. И если им, в конце концов, нравится, они пойдут. А если им не нравится, они не идут. Дорогие слушатели, которые слушают меня, вы, конечно, простите меня, вы не являетесь этим слепым. Большинство из вас, когда вы слушаете Слово, вы не следуете за этим Словом. А сами спешиваете, это хорошее или плохое? «Ой, это мне приятно». «Ой, мне действительно будет хорошо». То есть вы не за Словом следуете, а вы слушаете Слово, и вы сами думаете, принимаете решение. И если вам нравится, вы следуете. Если же не нравится, вы не следуете. Другими словами, вы следуете за вашим решением. Я верно говорю? Вы согласны со мной? Да, большинство людей так думают. Так есть. Но что удивительно, как этот слепой мог принять Слово Иисуса? Почему он принял? Почему же и у нас не получается? Иисус, чтобы этот человек не мог не принять Слово Иисуса, он родился слепым. У него нет силы, чтобы принимать свои решения. Чтобы принимать решения, надо знать. Нужно что-то видеть. Поэтому он всю свою жизнь слушал слова других людей. Я хочу задать вам вопрос. Вот, мне нужно пойти к упанию села. Я иду, правильно скажите? Послушайте. Как он может поверить словам Иисуса, ведь он впервые увидел его? И вдруг тот, которого он спрашивает дорогу, он неправильно подскажет. Если он будет считать, что ему дорогу неправильно указывают, он не может все равно следовать за своим решением, поскольку он не видит, он ничего не может делать. Даже если неправильно ему подскажут, он должен пойти и только тогда узнать, что неправильно пришел. Знаете, что написано в конце 9 главы Евангелия Диона? Иисус сказал, если бы вы были слепыми, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Простите меня, но мы говорим, что мы не слепые. Мы хуже, чем даже этот слепой. Когда мы слышим Слово Иисуса как этот слепой, мы не те, которые следуем за Словом. Но все люди имеют свой опыт, имеют свои знания, и поскольку они много знают, слушать Слово Иисуса, не Слово Иисуса ведет меня. А я принимаю Слово Иисуса, потом проверяю, потом все свешу, и когда я согласен с Ним, только тогда я следую. Если не согласен, тогда я не следую. Так ведь? Скажите, так? Да, совершенно верно. Господь. Поскольку мы, люди, долгое время находились под властью сатаны, наше мнение отличается от мнения Господа. Для того, чтобы я сегодня мог быть служителем, Господь Бог самым первым, чему Он научил меня. Это то, что если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. Вот этому Господь научил меня в первую очередь. Когда я сам могу что-то оценивать, ой, пойди к купанию Силам. А для чего? А там что, будет так хорошее? Мне так может казаться. Но поскольку слепый ничего не может видеть, даже если кто-то обманет, скажет, вы туда пойдите, а там нет Кусилама, но он все равно должен пойти. Он должен пойти только тогда, узнать, что его обманули, и потом ему нужно будет возвращаться. Мы же сами можем оценивать до того, как пойти. Ой, правильно идем. Ой, или это не так. Будет тяжело. Ой, лучше просить милостыню. Ладно, вечером умоюсь. У нас есть такие разные мысли. И эти мысли находятся во мне. И я все взвешиваю, проверяю. Ой, я согласен с этим. Тогда мы принимаем. Эти мысли отличаются от моих мыслей? Тогда я не принимаю. Ваши мысли не мысли Господа Бога, поэтому ваша душа не может принять Слово Иисуса Господа просто так. Но слепой этот отличался, поскольку он не видит, у него нет способности самому оценивать ситуацию. Кто бы что ему не сказал. Даже если ему неправильно подскажут, он должен пойти только тогда узнать, что неправильно подсказали. Самостоятельно он не может проверить, потому что не видит. И этому слепому Иисус сказал пойти к купальним селам и умойся. Я хочу задать вам вопрос. Из-за того, что у нас не получается это, у нас трудно вести духовную жизнь. Вы хорошо знаете слово Библии, но если наши мысли отличаются от слова, мы не следуем. Брату Шимонгсо, брат Шимонгсо очень много пил. Настолько много, что его супруга со слезами говорила мне. Пастор, я вышел замуж 23 года назад. На протяжении первых трех лет он не пил. Но с третьего года он начал пить. Ежедневно, если им мало, тогда он выпивает 8 бутылок соджу. И что бы они ни пытались сделать, у них не получалось. Однажды супруга была в гневе. И купила 4 бутылок соджу по 2 литра. И несла на двух руках. И тогда муж ничего не мог ей сказать. И муж спросил, «Ты хочешь, чтобы я выпил и умер?» «Да, выпей и умри! Так будет лучше нам!» Вот так она сказала ему. Но он прилагал все усилия, чтобы перестать пить, но у него не получалось. Почему? Потому что соблазнь имеет больше силы, чем мы. Потому что сатана сильнее нас. Что бы мы ни делали у нас, не получается победить его. «Знаете, что я сделал, чтобы он перестал пить?» «Его проблема...» Я ему прочитал к евреям, 10 главу, 14 стих. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Здесь говорится, что Иисус сделал для нас. Иисус умер на кресте, и мы сделали совершенными и святыми. Здесь написано, что он сделал навсегда святыми и совершенными. Мы не становимся несовершенными, когда грешим здесь написано «навсегда сделал совершенными». Поэтому нужно принять это слово «наше сердце». И это называется вера. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». В Ветром Завете нужно было закалывать жертву, тогда омывался грех. А Иисус стал агнцем. И он отдал свое тело. И мы сделали святыми, и мы сделали совершенными. Нам непонятно. Но Слово говорит, что мы сделали совершенными, и что мы навсегда сделали святыми. Значит, мы святые. Неважно, как нам кажется. Мы навсегда сделали совершенными священными. Вот в этом истинно. Но многие церкви сегодня учат по-другому. Они добавляют свои мысли. Ну как, я же согрешил, поэтому я несовершенный. Поэтому люди говорят, что они грешники. Слово же говорит, что мы совершенные. Мы общались с ним где-то полчаса. Я сказал, смотри, что говорит Библия. Это жертва, приношение. Имеется в виду приношение Иисуса Христа. Иисус взял твои грехи и умер на кресте, поэтому ты стал святым. И Он очистил не только грех того момента, а весь твой грех. Поэтому Иисус сделал тебя навсегда совершенным. Что значит навсегда? Это значит и сейчас. Слово говорит, что ты совершенный. Слово говорит, что ты свят. Ты оставь свои мысли и прими это слово. Если ты поверишь в слово, слово будет действовать. И проявится сила Господа. Я начал пояснять. Ты же совершенный. Он говорит, нет. Я сказал, послушай меня. Слово говорит, что ты совершенный. Ты же говоришь, что ты несовершенный. Тогда кто прав, ты или слово Библии? Он говорит, что слова Библии. Я говорю, правильно. Тогда ты совершенный, да? Он говорит, нет. Он не посмел говорить, что он совершенный, потому что он же алкоголик. Именно поэтому мы с ним беседовались полчаса. Я говорил, смотри, Иисус говорит, что ты совершенный. Иисус говорит, что ты свят. Неужели ты знаешь себя лучше, чем Иисус? То, что ты совершил, это правда. Но если Иисус говорит, что ты совершенный, ты совершенный. Я объяснял это. И тогда что сказал брат? Да, пастор, значит, я совершенный. Он не мог сказать сначала эти слова. Он долго говорил, что он несовершенный. Но я без конца пытался ему объяснить. Скажи, кто прав, ты или Библия? Он сказал, Библия. Слава Богу, что он так хоть согласился со мною. Если Библия говорит, что ты совершенный, значит, ты совершенно верна. И прошло долгое время, и он сказал, да, я совершенный. Я сказал, да. Не смотри на свои поступки. Смотри и веруй в слово Иисуса. Библия — это слово. Если этот слепой не поверил бы словам Иисуса, а поверил бы в свои мысли, он бы не пошел бы к упанию села. Но он больше не мог верить в свои мысли. Он родился слепым, у него нет своего опыта. Поэтому даже если его обманывают, он должен пойти проверить, только тогда он узнает, что это обман. Этот слепой пошел к упанию села и умылся. Но что удивительно, у него открылись глаза. Но следующее я хочу сказать вам сегодня. Он пришел зрячим, поэтому многие люди начали удивляться и говорить, это тот, который просил милостыню. Другие говорили, что нет, это не он. Тогда он сказал, это есть я тот, который просил милостыню. Тогда люди у него спросили, а ты же был слепым, как ты мог видеть? Он сказал, Иисус помазал брение на глаза и сказал, пойти к упанию села, я умылся. И когда я умылся, я стал зрячим. И когда они услышали, что говорит об Иисусе, они искали повод для того, чтобы обвинить Иисуса. Это был день субботний, поэтому они говорили, что Иисус работал. Но что удивительно, он отличался от других людей. Он верит словам Господа больше, чем своим мыслям. Поэтому он говорит, я не знаю, он грешник или нет. Но одно я знаю. Я был слепым, а сейчас стал зрячим. Очень удивительно отвечал им. Почему? Потому что этот слепой он не мог ведь читать Библию, правильно? И никогда до этого не слышал слова Бога. Он впервые встретил Иисуса и поверил Его словам. Но слова Иисуса вошли в Его сердце и укрепились в Нем. До того, как пришло слово, он, по своим рассуждениям, он следовал за своей оценкой и просил милостыню, или шел по дороге, или питался. У него не было способности оценивать ситуацию. Поэтому он мог только служить словам Иисуса. Иисус говорит, пойди купай Иисусом и умойся. И тогда он идет и умывается. И только тогда он узнает, какой будет результат. Он пошел и умылся. И стал зрячим. И так он поверил в Иисуса. Люди говорили, что вот, Иисус нарушил субботу, Он грешник. Но этот слепой впервые поверил в Иисуса и увидел, что слово Иисуса имеет силу. И что бы люди ни говорили, слово Иисуса действует в Нем. То, что Он пошел в Силам, не потому, что Он был согласен со словами Иисуса. Он следовал за словом Иисуса. У Него нет полномочия принимать решения. У Него нет мудрости. Он не может видеть. Поэтому может следовать только за словом Иисуса. Простите меня, пожалуйста. Но вы ведь все видящие. Однако, если мы обнаружим, насколько наши суждения неправильны, даже если мы будем видеть и знать, мы должны оставить наши суждения и принимать слово Иисуса. Братья Шимонгсоп, я ему прочитал к Евреям 10 главу 14 стих. Мы полчаса с ним боролись. Он всегда говорил и считал себя несовершенным. Но через полчаса я сказал ему, ты говоришь, что ты несовершенный. А слово говорит, что ты совершенный. Тогда ты прав, или же Библия права? Конечно, Библия права. Если ты считаешь, что Библия права, ты ведь должен поверить в Слову. Почему же ты продолжаешь говорить свои мысли? В Библии написано, что ты сделан совершенным. А мысли твои говорят, что ты несовершенный. То, что ты пьешь, и ты считаешь себя несовершенным, это твое суждение. Если ты хочешь верить в Иисуса, не следуй за своим суждением. Прими суждение Иисуса. Это есть духовная жизнь. Этот брат оставил свои мысли. И знаете, что произошло? С того дня он перестал желать пить. После этого было пару раз, когда он выпивал. Но он перестал петь, и лицо стало лучше, и здоровье стало лучше. И сейчас он стал драгоценным служителем Евангелия. Этот слепой. У него открылись глаза. И все стало проблемой. Люди начали у него расспрашивать об Иисусе, и говорить, что Иисус грешник. Но он же говорит им, странно. Он сказал, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи». Господь не слышит грешника. Но если он отверст мне очи, значит, он от Бога. Как вы можете не знать, откуда он? Этот слепой ясно понял это. А, он истинный человек Божий. Он слуга Бога. Но они до сих пор не знают, кто Иисус. Но интересно, он победил всех людей. В конце концов, Ему говорят, «Ты его ученик, а мы ученики Моисеевы». Но что потом дальше говорится? Иисус услышал, что его прогнали. И тогда Иисус снова встретился с ним. Прозревший не знает, кто такой Иисус. Но Иисус спрашивает, «Веришь ли ты Сына Божия?» Он отвечал, «А кто Он, Господи?» «Тот, который с тобой говорит». «Он тот». И тогда он поклонился и сказал, «Веруй, Господи». Слепой, независимо от своих суждений и решений, он прямо принял Слово Иисуса. Это есть духовная жизнь. Сатана на протяжении тысячи лет сделал, чтобы человек не мог принять Слово Иисуса. И для этого он вкладывает многие мысли и делает, чтобы мы жили, следуя за своими мыслями. Поэтому, когда вы читаете Библию и становитесь перед Богом, у вас есть ваш опыт, есть ваши знания, и вы сделали много добрых дел, все это есть. Но оставьте все ваши мысли. Возьмите Библию. И это Слово Бога. Поэтому, если вы веруете, тогда и в вашей жизни будет проявляться дьянье Слова. Когда этот слепой встретился с Иисусом, когда он увидел, как Бог действует через Иисуса, кто бы что ни говорил ему об Иисусе, он не слушал их. Он поверил в Иисуса, который открыл ему глаза. Мы же, получив прощение грехов, поверив в Иисуса, очень часто следуем за своими мыслями, как этот слепой. Если мы будем принимать Слово Иисуса в наше сердце, тогда я уже не буду следовать за своими мыслями. Слово Иисуса — это и есть сердце Иисуса. И поэтому мы получаем руководство от Иисуса. Когда я обнаружил, что я потерплю крак, следуя за своими мыслями, я сначала следую за своими мыслями, потом вспоминаю, что я могу погибнуть. И поэтому я думаю, что надо принять Слово Иисуса. И я много раз видел, когда я принимаю Слово Иисуса, Иисус удивительно действует. Сегодня, живя в этом мире, вы в школе изучаете иностранные языки, учитесь письменности, у вас есть многие знания. И также вы на опыте в своем жизни, вы ведете свою жизнь. Но они могут быть ошибочными. Однако Иисус — это истина. Не нужно просто думать, что я получил прощение грехов. Принимайте Слово. И чтобы Слово вело вас. Не мое решение, не мой опыт. Когда вы будете следовать за Словом, тогда, к нашему удивлению, Бог будет действовать в вас. Родители этого человека боялись, что их прогунили, поэтому они обманывали. Но, подозревший, ему было так хорошо, что он стал зрячим. И он стал человеком, который слушает только Иисуса, а не других людей. Пока мы слушаем Слово Иисуса, жизнь становится святым, светлым. Наша истинная духовная жизнь — это верить в Иисуса. А чтобы верить в Иисуса, нам нужно оставить наши мысли. То, что я знаю, то, что я сделал хорошо, свой опыт, то, что я умный, то, что я считаю себя образованным. Все это порой делают нас слепыми, чтобы мы не могли следовать за Словом Иисуса. Мы верим в Иисуса. Не только в того Иисуса, который очистил наш грех, но в Иисуса, который во всех моих делах, Он сопутствует с нами. Если Иисус будет вместе с нами, Он будет проявлять Свою силу в нашей жизни. И сто процентов Он будет совершать удивительное деяние. Дорогие слушатели, уже прошел 2020 год. Вы будете отмечать Рождество. И также Новый год отметили. Мы встречаем каждый раз Новый год. Неважно, какие у вас мысли. Оставьте ваши мысли в сторону. Если вы будете принимать слово с Господа, который обнаруживает в Библии, эти люди, не смешанные с этим миром, они его прогнали, его оставили, но он стал человеком Иисуса. из-за того, что я вижу, может, в жизни будут удобства, но я считаю, что я хуже, чем этот слепой. Поэтому часто я закрываю глаза, и то, что я видел, или свой опыт, то, что я знаю, или тому, чему я научился, весь мой путь жизненный я оставляю. Я решил следовать за словами Иисуса. Каждый раз Бог действует. Вы сейчас находитесь в ваших мыслях. Тогда очень сложно следовать за словами Иисуса. Если же вы освободитесь от ваших мыслей и будете следовать за Иисусом, в слове Иисуса есть сила Божия. И я верю, что Он удивительным образом изменит вас. То, что мы видели, знаем, учились, оставьте в сторону и веруйте в слово Господа. Если вы будете следовать за словом Господа, я верю, что Господь будет действовать в вас, и все ваши проблемы станут проблемами Господа. Я верю, что в вашей жизни будет проявляться слава Божия. Спасибо за внимание.